Выездное рабочее совещание главы города Андрея Гаранина с руководителями и специалистами управления и предприятий города началось у здания АБК в 6-м микрорайоне. На этом месте возведут важные для города социальные объекты – школу и детский сад. Как отметил глава города, строительство дошкольных учреждений запланировано в рамках указа президента Российской Федерации. В Губкинском должны появиться два объекта – детский сад на 220 мест в 1-м микрорайоне и на 120 мест в 6-м. Денис Анатольевич, рассказывайте, что у нас по отводу земли для строительства детского сада, текущее состояние и сроки. Обозначите, пожалуйста. Уже в текущем году необходимо выполнить демонтаж здания АБК и двух торговых павильонов на территории данного микрорайона. Параллельно с вопросом о демонтаже департамент по имуществу готовится к формированию и передаче под строительство земельного участка. В настоящий момент ведутся подготовительные соответствующие кадастровые работы и подготовка градостроительной документации. Строительство детского сада запланировано в рамках муниципально-частного партнерства с привлечением внешних инвестиций. В настоящий момент идет подготовка нормативной базы. Оценили и состояние теплосетей. Директор филиала «Ямалкоммунэнерго» Юрий Ладиненко отметил, что в этом микрорайоне 80% теплосетей уже заменены. В этом году подрядная организация заменена от школы до магистральных сетей уже законченной работы. На следующий год планируют еще какие-нибудь работы? В шестом микрорайоне нет. На выездном совещании говорили и о необходимости расширения внутриквартальных проездов в микрорайоне и дополнительных местах для парковки. Начальник отдела управления и распоряжения земельными ресурсами Сергей Червицкий отметил, что есть проблемный вопрос формирования земельного участка. Мы провели в 2015 году ряд совещаний, собраний с помощью управляющих компаний. Мы участки уточнили. Но у нас проблема в основном состояла от 26-й дом, где практически не было вышло несколько человек, которые категорически отказались согласовывать границы земельных участков для того, чтобы провели эти работы и сформировать соответствующий участок. И в 36-м доме. Давайте мы еще раз эту работу проведем. С жильцами надо провести встречи. Если есть необходимость, надо ходить по квартирам, объяснять. Все, что мы хотим сделать, это делается для наших жителей. Участники совещания смотрели и детскую игровую площадку в шестом микрорайоне. Ее обустраивают в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Работы выполняет подрядная компания «Сагдиана». Предварительно с ним было совещание о том, что он до 30 ноября завершит эти виды работ по всем детским игровым площадкам. Ну а по школам, вы знаете, у нас все-таки мы успели положить шовное покрытие. Уже все контракты по детским игровым площадкам не завершились. Поэтому с нашей стороны, как от заказчика, ему направлены претензии об уплате штрафов за просрочку данных контрактов. В ходе выездного совещания участники говорили и о системе водоотведения. Часть системы водоотведения есть небольшие проблемы. Я думаю, мы будем их решать. Самое главное, конечно же, это помощь жильцов, потому что это придомовая территория. Мы, как город, готовы сделать систему водоотведения. Но при этом нам необходимо, чтобы нам дали юридическое право для работы на этом участке. В завершении совещания Андрей Гаранин дал ряд поручений ответственным лицам и поставил перед руководителями организации предприятий города задачи по усилению контроля за производимыми работами, качественному и своевременному выполнению текущих задач. Елена Канина, Олег Семагин, Новости Губкинского.